Святой Андрей, архиепископ Кесарийский. Апокалипсис. Толкование. 1909 год. Один из первых комментариев на откровение Иоанна Богослова был создан в VI-VII веках святителем-архиепископом Кесарийским Андреем. Мы не знаем ничего ни о жизни этого церковного деятеля, ни об обстоятельствах создания самого труда. Причиной интереса к апокалипсису могла послужить историческая ситуация, конец V – начало VI века, время кризиса Византии, завершением которого стало нашествие арабов-мусульман. Ощущение краха мировой христианской империи подпитывало ожидания скорого свершения времен. Обратим внимание, что для Андрея Кесарийского доказательство подлинности апокалипсиса остается актуальной задачей, хотя он лично не сомневается в боговдохновенности истолковываемой им книге. Ради правильного истолкования заповеданных строк Андрей Кесарийский вспоминает о трехчастном методе экзегезы священного писания, который берет начало от Филона Александрийского буквальном, телесном, аллегорическом, душевном и возвышенном, духовном. Правда, автор толкования не позволяет себе тех спелых экспериментов, которые были свойственны Филону или Оригену. Он подчеркнуто аккуратен и благочестив, что вполне соответствовало духу времени, в котором он жил. Толкование Андрея Кесарийского пользовалось невероятной популярностью как в Византии, так и на Руси. Сохранилось немало иллюстрированных списков этого текста, которые демонстрируют представление русских духовных художников о конце света. Итак, предисловие к толкованию на апокалипсис святого Иоанна Богослова. Андрей Кесарийский. Когда многие, имевшие преувеличенное мнение о моем разумении, просили истолковать апокалипсис Иоанна Богослова и применить видение ко временам позднейшим, я неоднократно уклонялся от дела, превышающего мои силы. Я знал, что изъяснение виденного святым таинственно и имеющего исполнится в будущем времени есть дело великого разума, просвещенного Божественным Духом. Ведь если древние пророческие писания, уже истолкованные многими, еще полны незримой глубины тайн до того дня, когда упразднится, ежи от части знания и настанет совершенное, хотя большинство этих писаний повествует лишь о первом пришествии великого Бога и спаса нашего, впрочем, некоторые из них говорят и о втором его пришествии, то не будет ли дерзостью, особенно со стороны лица, непричастного пророческому духу, изъяснение того, чему не предвидится даже конца. Но так как послушание лучше жертвы, упование же не посрамит, как говорит апостол, то, будучи связан с твоею, Макарий, богоподобную душою, эту любовью, и надеясь получить в этой любви восполнение своих недостатков и награду за послушание, я хотя бы вкратце выполню мне порученное, уповая на помощь умудряющего Бога. Прежде всего, как тебе и самому известно, всякое божественное писание дано духам в трояком виде, как троечастям и человек. Буквы и самый рассказ составляют как бы некоторое тело писания. Душу – образные выражения, переносящие читателя от чувственного к мыслимому. Указания же и созерцания самого возвышенного и будущего образуют как бы дух его. Первое – приличествует подзаконным, второе – сущим под благодатью, и третье – тому блаженному состоянию, в котором царствует дух, победивший все плотские помыслы и движения. Первое состоит в передаче событий, уже совершившихся, причем нередко украшается и предшествующими образами истины. Второе – при точных поучениях и учительных рассуждениях, как, например, терния прозябают в рюце пьяницы, или усрамися, седоне, рече море, и так далее. Духовное, по преимуществу, заключается в апокалипсисе Иоанна Богослова. Правда, его мы находим вместе с историческим и образным и у других пророков, но здесь духовное изобилует в особенной мере, поэтому Богом и повелено возвещать его только совершенным в знании. Потому же и мы приступаем к изъяснению видений Иоанна Богослова, не как постигшие уже глубину сокрытого в них, ибо не осмеливаемся и не имеем в виду даже изъяснить всего сказанного в буквальном смысле, но желаем лишь дать упражнение для ума, в дальнейшем стремлении презирать настоящее, непостоянное, и желать будущего вечного. Ради послушания, предприняв настоящее сочинение, мы разделили его на 24 отдела и 72 статьи, по трое частности существа – телу, душе и духу. 24 старцев, которыми, как это подтвердится ниже, обозначается полнота благоугодивших Богу от начала века до его скончания. Дальнейшие же рассуждения об этой боговдохновенной книге считаем совершенно излишними, так как достоверность ее засвидетельствовали Григорий Богослов, Кирилл, еще древнейшие Ириней, Мефодий и Полит. Первый отдел. Статья первая. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Апокалипсис – есть такое откровение сокрытых тайн, которое бывает во время озарения ума или в видениях во время сна, или в бодрственном состоянии при помощи божественного сияния. Если апостол говорит, что это откровение дано Христу от Бога, то употребляет выражение применительно к природе человеческой, ибо в своем Евангелии он более всех других евангелистов изображает его в чертах возвышенных и выражениях божественных. Также и здесь, через служащего ангела и именем учащихся рабов, указывает нам на величие божества Христова, ибо ему работна всяческая. Выражение «быти вскоре» обозначает, что некоторое из предсказанного в откровении находится, так сказать, под руками, да и относящиеся к концу не замедлит исполнится. «Ибо у Господа тысяча лет, як день вчерашний, иже мимо иде». И он показал, послав онное через ангела своему рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. «Христос, как владыка, явил мне это через ангела, мне, своему рабу, свидетельствовавшему в него исповедание, чтобы через виденное я засвидетельствовал и проповедовал для обращения слушащих как о том, что хотя и существует, но сокрыто от людей, так и о том, что имеет быть. Ибо тайновидец пророчески видел и то, и другое. Это же ясно и из слов, я же суть, и им же подобает бытие, которое указывает на настоящее и будущее время. Блажен читающий и слушащие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Прославляя тех, которые читают и слушают, чтобы исполнять, потому что назначенное людям время для делания и получения блаженства, кратко. Делайте, да он деже день есть, придет ночь, и, як да никто же, может, делайте, говорит Господь. Иначе, по сравнению этой кратковременной жизни с будущей, вечной, близко время воздаяния кое-муждо по делам его, послание к римлянам. Иоанн с семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа. Хотя много было местных церквей, но он послал только седьмим церквам. Это сделал ради седмеричного числа, означающего таинство всех церквей, а также и по соответствию этого числа настоящей жизни, в которой принят седмеричный круг дней. По этой же причине он упоминает только о семи ангелах и семи церквах, которым шлет свое приветствие. Благодать вам и мир от триипостасного божества. Словом «сый» означается «отец», сказавший Моисею «азм есть сыть». Выражением «иже-бе» – слово, которое в начале бег Богу. Словом «грядый» – утешитель, всегда во святом крещении, нисходящий на верующих чад церкви и имеющий злиться на них во всей полноте в будущем веке. Деяния апостолов. Под семью духами можно разуметь семь ангелов, получивших управление церквами, не поставляемых вместе с Богоначальную и Царственную Троицей, но воспоминаемых с нею как рабов ее, как и божественный апостол говорит подобным же образом «засвидетельствую пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными его ангелы». Но можно понимать это и в другом смысле. Под выражением «сы» и «иже-бе» и «иже-есть гряды» разуметь отца, который содержит в себе самом начало, средину и конец бытия всего существующего. Под семью духами дары животворящего духа, под имеющим следовать за тем Иисуса Христа, Бога, нас ради соделавшегося человеком, ибо и у апостола божественные ипостаси поставляются прежде и после без всякого различия. Поэтому и здесь говорит и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ибо он, свидетельствовавший предпонтием Пилатом, верен во всех словесах своих, как жизни воскресения. Он перворожден из мертвых, и над кем начальствует он, те не увидят смерти, подобно прежде умиравшим и воскресавшим, но будут жить вечно. Он, владыка царей, как царь царствующих и Господь господствующих, равномощный Отцу и единосущный Ему. Иначе он царь царей земных, царей над земными страстями. И если блаженный Григорий Богослов относит ко Христу выражение «сый» и «жебе» и «гряды» вседержитель, то нисколько не будет неуместным отнести к нему и ниже приведенные изречения. К этим словам и добавлю «вседержитель» и не упоминается о другом лице. Этот смысл вышеизложенного подтверждают и дальнейшие слова. И от Иисуса Христа, потому что если бы говорилось только об одном Боге слове и сыновней ипостаси, то было бы совершено лишними словами, и от Иисуса Христа отделять его от иного другого. Боголепные слова предлечествуют одинаково, как каждый в отдельности ипостаси, так и всем вместе, за исключением, разве по словам Григория Богослова, отличий и свойств особенных и личных, и относящихся к воплощению Богослова. Это подтверждается еще и тем, что тресвятую песнь Серафимов мы получаемся в Евангелии относить к Сыну, в деяниях, к проповеди апостола Павла, к Духу Святому, а в приношении святых тайн к Отцу, к которому мы обращаем молитву эту, как говорит о всем блаженной Епифании в слове о Святом Духе. Все это мы приводим как доказательство того, что наше изъяснение не противоречит мнению Отцов Церкви. А теперь с Божьей помощью перейдем к следующему. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Подобает, говорит, слава Ему, разрешившему нас по любви своей от уст смертных и омывшему нас излиянием своей животворящей крови и воды от скверн греховных и соделавшему нас царским священством, приносящим Отцу живую жертву, словесную службу вместо жертв бессловесных животных. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его и возрыдают над ним все племена земные. Ей, аминь. Здесь он, закланный как агнец, придет во славе Отче, как Судия, на облаках или силах бесплотных, или подобных тому облаку, которое на горе Фаворе осенило его с апостолами. Грядущего со славою его увидит всякое око. Распинатели же его и неверующие в него племена земные восплачутся, Евангелие от Матфея. Ей, аминь, значит, совершено так. Этими словами обозначается одно и то же, как на греческом, так и на еврейском языке. Аминь, да будет. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Словами Альфа и Омега означается Христос как Бог, все содержащий, безначальный и бесконечный. Сын, и прежде Сын, и конца, не и мы, соприснущный, отцу и потому имеющий воздать каждому по делам его. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я же как брат ваш и соучастник в скорбях Христа ради вполне заслужил ваше доверие, ибо осужденный за исповедание Христа на острове Патмос возвещаю о тайнах, которые я на нем видел. Статья 2. Видение, в котором видел одеянного в падир посреди семи золотых светильников. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Объятый святым духом и получив духовный слух, я услышал чтимый более других воскресный день голос Господа, подобный трубе по своей звучности, ибо во всю землю из иде вещания их. Указал словами Альфа и Омега на Божию безначальность и бесконечность, он мне повелел поведать о виденном семи церквам, обозначая числом семь, оканчивающимся в субботу, субботствование, то есть есть покой века будущего. Потому же, пишет великий Ириней, созданный Богом семь небес и семь ангелов, которые начальствуют над другими. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Голос, слышанный апостолом, не был чувственным. На это он указывает словом обратихся, то есть обратился не за тем, чтобы слышать, но видите его, потому что слышание духовное и видение означают одно и то же. А обратившись, говорит он, затем увидел семь золотых светильников, ниже они называются у него церквами, и среди них Христа, подобно сыну человечу, непростой человек, но вместе и Бог, и облеченного в падир, как Вышнего Акиерея, по чину Мелхидседекову. Предпоясан он был золотым поясом, не по бедру, как припоясываются люди, для украшения похоти, от них свободна божественная плоть, но при сосцу по груди, чтобы показать этим, что и крайние меры гнева божественного удерживаются человеколюбием, и что заветы эти сосцы владычные, которыми питаются верные, припоясует истина. Золотым пояс назван для обозначения высшего превосходства, чистоты и нескверности. Его голова и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Хотя для нас он и новый, но он же и древний, или вернее предвечный, ибо об этом свидетельствуют его влоси белые. Очи его, как пламень огненный, просвещают святых и опаляют нечестивых. И ноги его подобны Халкаль-Ивану, как раскаленные у печи. Григорий Назианин разумеет под ногами домостроительство Божие, ибо ноги его плоть-суть, которую явившееся на землю божество соделало наше спасение. Но под ногами можно разуметь и апостолов, как утверждение церкви. Халкаль-Иваном врачи считают особый благовонный фемиам, который они используют сильным и мужеским. Иначе Халк, Халкос, медь, означает человеческое естество, Ливан, Ливанос, ладан, божеское, а соединенные вместе в одно слово Халкаль-Иван, благоухание веры и неслиянное единство естеств. Еще Халк означает благоухание Христово учения, а Ливан обращение язычников к нему, поэтому и повелевается прийти к невесте. Ноги Христа апостолы в пищи искушений разжженные для подражания Христу. И голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Совершенно правильно говорит, что голос его, как глаз, вот многих, ибо он один, и тот же у него и у духа, через которого из чрева верующих истекают реки воды живы, и проповедуют слух всей земли. Семь звезд ниже называются ангелами церквей, обоюдоострым мечом указывает или на отлучение нечестивых, острейшее всякого меча, обоюдоостро, или на меч духовный, поражающий внутреннего человека. Лицо его сияет, якоже солнце, светом духовным, а не чувственным, как солнце правды. Собственную силу и властью сияет он, а не как чувственное солнце, сотворенное и светящее лишь по Божию велению и Бога дарованную силою. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний и живый, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. А когда апостол падах к ногами его, якомертв, по свойственной человеческому естеству немощи, подобно Иисусу Навину и Даниилу, Христос укрепил его словами, не бойся, потому что я безначальный и бесконечный пришел не умертвить тебя, но сам был мертв ради вас и имею ключи ада и смерти, то есть смерти телесной и душевной. Итак, напиши, что ты видел и что есть и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Истинный свет есть Христос и обогатившиеся его просвещением подобны светильнику, просвещающему тьму настоящей жизни. Но, собственно, светильниками здесь называются церкви, ибо они обладают светилами, содержащими слово «животно» по апостолу. Название светильников и свершников золотыми указывает на честность и непорочность их веры. У каждой из церквей, говорит Господь, предстоит ангел-хранитель. По Григорию Богослову в данной главе церкви названы звездами образно за их чистоту и светлость. Игорь Негода